Я хотел бы сделать реплику в сторону, обращаясь к украинскому народу, в том, что мы в каком-то смысле испытываем чувство неловкости по отношению к Украине, к украинскому народу, потому что все-таки американская администрация обещала много в этом году Украине и, к сожалению, наверное, многое не дала. Это чисто реплика, потому что наша радиостанция, и мы лично поддерживаем украинский народ в борьбе за свою свободу, против оккупации, против расшизма, делаем, конечно, что-то в обращениях к администрации, но, наверное, это все-таки недостаточно. Но дальше иду. Хочу все-таки задать вам вопрос. Два сразу маленьких вопроса мои. Журнал «Тайм» объявил о том, что Владимир Путин один из номинантов на «Человек года». Как вы к этому относитесь и по вашей версии, кто может быть «Человеком года»? И второй тоже маленький вопрос, наверное, важный. Что бы вы сказали Антону Красовскому после того, как Российская Дума, пиши, Владимир, признали ЛГБТ-сообщество экстремистским? Может быть, вы как-то хотели бы этого парня, Красовского, защитить? Я далека от подобной идеи. Это черноротый, как бы это самое, пропагандистский... Дон, да. Можно дон. Через тире, чтобы нас не ругали. Если можно, я коротко отвечу на два ваших, как вы сказали, коротких вопроса. А вот потом по части того, что происходит с поставками вооружения, я бы хотела, ну, как бы вам сказать, и посоветоваться с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, полезным было бы хотя бы попытаться прийти к общему знаменателю. Потому что я считаю, что средства массовой информации и у вас, и у нас, ну, так скажем, понимаете, пишут кто в лес, кто по дрова, и поэтому очень трудно понять, что же на самом деле происходит и как главное получить вооружение, которое, в общем-то, Америка и сейчас готова давать. Давайте, значит, по поводу журнала Time. Значит, можем, конечно, вспомнить, как этот журнал в 1931 году объявлял Освальда Мосли, вернее, скажем так, он его печатал на обложке и писал, что это британский Гитлер. Это произошло у них в 1931 году, а затем уже в 1938 году они уже самого Гитлера признали человеком года. То есть это была, очевидно, совершенно последовательная позиция этого издания с 1931 как минимум по 1938 год. Не знаю уж, в какой момент они потом схватились за голову, но хочу этим подчеркнуть, что то ли у них хайп очень важен, то ли что, но во всяком случае я бы вообще не стала реагировать на все это. Это, в общем-то, к сути имеет мало отношения, конечно, окно Овертона, бесспорно, само включение его, то есть преступника, пролившего уже такую немыслимую кровь, в принципе, в список этих номинантов. Не думаю, что, конечно, это вообще возможно, чтобы, так сказать, было каким-то образом дальше еще доведено до шокирующего финала. Но, тем не менее, даже сам факт того, что он оказался в шорт-листе, это, конечно, тошнотворное обстоятельство. Но еще раз подчеркну, для этого издания это уже не новость. Ну, очень надеюсь, что они не собираются повторять опыт своей работы 30-х годов, чтобы затем не заниматься таким же длительным и деятельным раскаянием. Значит, что касается запрета, понимаете как, они же начали давно, я еще с трибуны тогда стояла и возмущалась, и говорила, цитировала Раневскую, вот не знаю, как в вашем эфире, а там я себе позволила сказать, что несчастная страна, где люди не могут распорядиться собственной пятой точкой. Так вот, тогда это все касалось просто создания гомофобской атмосферы, чтобы, ну, так сказать, иным, людям, которые тоньше чувствуют, иначе себя там идентифицируют, хотят другой личной жизни. Да зачем государство лезет к ним в постели? Это их личное дело, как они, с кем хотят проводить свое время. Ну, они создавали именно эту гомофобную атмосферу, чтобы вокруг общество, так сказать, относилось к ним как парень, к изгоям, стигматизировали таким образом. Но, значит, сами эти, вот я из-за этого как раз-таки, потому что я сама стояла на трибуне и защищала ЛГБТ как могла, Самое возмутительное заключалось в том, что инициаторы всего этого гомофобного, значит, законопроекта, в дальнейшем уже закона, они сами себе ни в чем не отказывают. Более того, они ходят во все эти клубы, в частности, тогда этим занимался инициатором этого всего был Володин. Ну, мне кажется, глупо даже рассказывать, что его связывает с артистом Мироновым или с Русланом Готаровым. Это, по-моему, и без моей помощи все хорошо знают. Вот, и кроме него там просто, так сказать, засилие. Ну, и опять, я бы и то не лезла к ним, мне было бы безразлично, если бы они не лезли, к остальным, к людям, которые, ну, так сказать, не обременены властными полномочиями за себя постоять, не могут таким вот образом. И многие из них, конечно, уезжали тогда. А для этих клуб «Термос» работает бесперебойно на Покровском бульваре. И там вот прямиком кремлевский эскорт прямо с этот полк со всеми голубыми перьями на сцену и с шагом, с углом 90 градусов развлекает вот это все, которое лицемерно, значит, соответственно, плодит вокруг себя атмосферу ненависти, сами к себе это не применяют. Значит, поэтому они тогда уже начали, но сейчас они финализировали. Сделали они это еще гораздо хуже, чем просто, вот, так сказать, борьба. В данном случае можно даже так сказать, что для Путина гей – это фактически как для Гитлера евреи. То есть это теперь просто, вот, так сказать, сообщество, которое находится непосредственно под боем. И сначала это выглядит так, что как будто бы, ну, во-первых, это совершенно все не соответствует никакой букве закона. Это чушь, потому что, ну, как можно признать экстремистской организацию, которой нет. Нету структуры, нету их руководящих органов, нету общей какой-то там повестки и так далее. Это просто движение, это просто, ну, как вам сказать, ну, часть общества, которое является абсолютной нормой в любом цивилизованном обществе. В общем, они это признают для чего? Для того, чтобы, не обязательно, я вам хочу сказать, вот это выглядит так, что если там человек, например, скрепный семьянин, то это его не коснется. Ничего подобного. Доносы будут писаться на кого угодно. Будут обвиняться они в том, что они якобы относятся к этой категории. Дальше экспертиза, суд, тюрьма. Дальше религия АУЕ, как известно. Там создаются невыносимые условия для тех, кто попал по такого роду приговору туда. Там ему, значит, светят 10 лет невыносимых условий. И, наверное, это легкая добыча для утилизационных пунктов, для рекрутинга, для мобилизации. Ну и, кроме того, карательная психиатрия для еще части, которая, значит, соответственно, не поместится в вот эти вот тюрьмы и лагеря. Ну, это понятно, для чего делается. Это для того, чтобы Путин имел достаточный резерв пушечного мяса. Но вы понимаете, это все то, что он делает, говорит о чем? Говорит о том, что он полностью уже надавил на весь свой, так сказать, ВПК, как может, три смены, эти уроды с полотен Васи Ложкина, серые рожи по звонку идут, и, значит, там печатают какие-то очередные орудия убийства. Но мясными штурмовиками он закрывает то, что он не может сделать. Он не может перевооружить свой амортизированный, старый, уже давно разворованный, значит, ВПК. Поэтому я считаю, что нам гораздо важнее поговорить о том, что происходит с поставками вооружения для Украины. То есть известно, что он смог это дорастить путем нажима страшного всего на 10% от того, что у него было. Больше у него нет, он не может, ему нужно, то есть инновации он не допущен, компетенции нету, санкции на все эти сложные компоненты работают, поэтому он уперся в свой потолок с точки зрения ВПК. Украине достаточно не значит, вот знаете, кратно там, многократно увеличивать. Даже достаточно, вот он смог на 10%, нам надо на 11%, на 12%, на 15%, на 20% это уже победа. Это будет добыта победа. И американские граждане, американские люди, которые сочувствуют Украине, я это знаю прекрасно, они должны понимать, что, во-первых, расписаны пункты. Республиканцы, которым приписывают якобы нежелание дать помощь, это неправда. Республиканцы, в частности, я бы хотела обратить ваше внимание на, конечно, спикера Джонсона и на конгрессмена Майка Гарсиа, он просто легендарный летчик, фактически, можно сказать, прообраз даже некоторых голливудских героев. Так вот, они работают очень активно. Он, кстати говоря, работает в трех комитетах сразу, то есть это по ассигнованиям, по разведке и по науке, космосу и технологиям. Они выдвинули 12 пунктов требований к Байдену, которые делятся на три стратегические группы. Значит, это, во-первых, стратегия победы, прозрачности под отчетность и путь к прочному миру. То есть, в данном случае они, наоборот, хотят заставить, можно сказать, Байдена ответить, во-первых, что конкретно нужно, в каких количествах, как это предоставить. И, кроме того, это главный и важнейший пункт, какое оружие, ну, бог его знает, по какой причине, не было отправлено, но могло бы изменить траекторию войны до сегодняшнего дня, будь оно отправлено вовремя. То есть, эти все вопросы поставлены, заданы Байдену. Это краеугольная тема. Я считаю, что украинские СМИ во многом, к сожалению, уже десятилетиями, не все, конечно, но большая такая часть, финансировалась разного рода организациями. Можно называть это фондом Сороса, можно называть какими-то, в общем, так или иначе, в интересах демократической партии. Поэтому наши СМИ, к сожалению, во многом отрабатывали повестку, которую хотела услышать демократическая партия. Она, в основном, заключалась в чем? У нас всего навалом. Байден такой герой, дает нам такое количество оружия, куда больше, еще и какой-то там краски пахнет. Но, по сути, это покрывательство было, которое, мне кажется, совершенно Украине не нужно. А с другой стороны, и у вас в Америке, как вы сами понимаете, вот этих вот продемократических СМИ в разы больше. Туда тратится больше денег. Это целые медиа империи, они тоже подхватывают, конечно же, этот пас из украинских СМИ. И тут же начинают рассказывать о том, какой, значит, этот Байден в этом смысле герой, как он вооружает Украину и как он собирается ей помогать. По факту мы понимаем, что вооружения никогда не было достаточно, чтобы они не говорили. Более того, очень много из тех денег, которые выделял Конгресс, фактически остались в Соединенных Штатах. И эти деньги идут на финансирование следующих лет, подчеркну, 26-го, 27-го, 28-го и дальше годов, которые, то есть заказы, которые размещены у американских производителей, которые в дальнейшем должны теоретически пополнить запасы вооружения для Украины. Но это годы вперед. Это раз. Во-вторых, деньги остались в Америке. В-третьих, они обеспечивают, в конце концов, и рабочие места в том числе. То есть, в конце концов, надо признать, что те цифры, которые СМИ раздували, как якобы переданные, на самом деле такими не являлись. Вооружение в сухом остатке давалось в любом случае всегда недостаточно. Эту помощь, между прочим, даже конгрессмены называли, и в частности, я вот сейчас говорю о тех пунктах, которые вот упомянула, конгрессмен Гарсия, он тоже называет эту помощь капельной. Я вспомню, как говорил Андрей Николаевич Иларионов еще, извините меня, почти два года назад о том, что это пипеточная помощь. Даже, вы понимаете, даже термины похожего характера просто тогда не давали говорить многим. Вот сейчас, например, в прошлом году мы с вами обсуждали, пойдет или не пойдет ленд-лист. Помните наш сайт? Да, конечно. Значит, благополучно, к большому сожалению, срок действия этого закона закончился 30 сентября. Но никто особо ничего не сделал для того, чтобы по нему был бы отправлен хотя бы патрон. Я исхожу из того, что администрация Белого дома сегодняшняя, демократическая, ну, по какой-то причине не захотела воспользоваться этим очень хорошим механизмом, который бы не только позволил не тратить лишних денег из бюджета Соединенных Штатов непосредственно на военную помощь, а еще и к тому, дополнительный смысл появился бы у тех трат, которые прежде были совершены предыдущими поколениями налогоплательщиков, соответственно, бабушками, дедушками сегодняшних американцев, которые создавали этот блестящий ВПК для того, чтобы как раз-таки отразить потенциальную угрозу от Советского Союза. Теперь это все стоит на складах, в бескрайних этих пустынях Аризоны, Невады и Пылица. И, кстати сказать, на вот эту консервацию тоже тратятся деньги, может быть, даже больше, чем были бы потрачены на транспортировку в некоторых конкретных случаях. Но, к сожалению, мы не увидели ничего из того, что могло бы, конечно же, стать оружием победы и никаким образом не обременило бы дополнительно американский бюджет. Сейчас Линдси Грэм хочет внести поправку, которая позволит продлить действие закона Олла и Линдзи. Значит, в данном случае надо читать, изучать те документы, которые уже в стадии подготовки находятся, потому что сейчас будет принят, в конце концов, бюджет Соединенными Штатами. И вот в этом бюджете, если нам улыбнется вселенная, окажется поправка Линдси Грэма, и тогда срок действия закона Олла и Линдзи будет продлен. Это, конечно, будет прекрасным выходом из создавшегося положения. Но и не будем забывать, что у администрации Белого дома есть 4,5 миллиарда долларов, которые не были потрачены. Presidential Drawdown Authorities, которые могли бы быть потрачены сейчас хотя бы на тот период, когда явно не хватает доголосования по бюджету. Однако никто даже и не собирается вспоминать об этих деньгах, разве что некоторые, так сказать, внимательные или дотошные эксперты, которые напоминают о том, что вообще-то эти деньги есть, они были проголосованы. По сути, администрация Белого дома является оператором этих денег, потому что Конгресс уже их проголосовал для Украины. Поэтому ничего не мешает сейчас не нагнетать вот эту страшную атмосферу, а в конце концов дать теперь эти деньги, когда они столь нужны. Еще раз подчеркну, надо не так много для того, чтобы добить этого Левиафана. Он так и так издыхает, но надо ускорить этот процесс, потому что каждый день промедления и проволочек стоит жизней. Жизней украинских воинов, жизни украинского мирного населения, женщин, детей, мужчин и женщин. Просто украинцев, которые каждый день слышат воздушную тревогу в некоторых городах по 3-4 раза. Значит, что я тут бы хотела еще сказать по поводу Ленд-Лиза. Значит, Чак Шумер, это глава, я так понимаю, Верхней Палаты, даже имеет украинские корни. Но, естественно, еврейские корни он имеет тоже. Он решил сделать закону Ленд-Лизе в его первоначальной редакции обрезание. Может быть, это так принято, не знаю. Но, во всяком случае, в том виде, в каком его вносил сенатор Корнин, сенатор от Техаса, республиканец, вот если бы он был принят без поправок Шумера, то тогда бы не нужно было сейчас мучиться и стараться продлить действие, так как он был принят, вернее, внесен, как бессрочный, до тех пор, пока необходимо. Но, к большому сожалению, вот он был таким вот образом, так сказать, усечен. И теперь мы действительно находимся в таком промежуточном моменте, когда, мне кажется, нужно сосредоточиться на тех пунктах, которые нас сближают. Пункты эти заключаются в том, что я считаю, что нам нужно максимально в Украине осознавать, что наши союзники – это те, кто выставили вот эти самые 12 пунктов требований к Байдену. Потому что Байден, как мы видим, сам по себе больше давать не хочет, даже имея эти 4,5 миллиарда, которыми мог бы распорядиться ровно прямо вот сейчас или даже уже две недели, и три, и четыре, и пять назад. Значит, соответственно, что-то нужно, чтобы какая-то нужна сила, которая бы помогла ему принять единственное возможное, правильное, необходимое решение. Я подчеркну, что спикер Джонсон сказал, что Украина является приоритетом для Соединенных Штатов наравне с Израилем, и что он будет работать над тем, чтобы помощь была проголосована и оказана. Но все же я бы хотела обратить внимание наших зрителей, и в частности, очень бы надеялась, что наши украинские активисты и волонтеры, кстати, хочу всех поздравить, сегодня в Украине День Волонтера, это великие люди, которые продемонстрировали чудеса сплочения, чудеса единения и чудеса воли к победе. Не только сейчас, с 22-го года, но уже с 2014-го. И я хочу сказать, что нам всем нужно понимать, кто наши истинные союзники. Нам выгодны эти 12 пунктов требований. Нам нужно, чтобы на эти требования был дан ответ. Если мы сами не можем, ну так мы же не являемся частью внутренней политики американской, хотя, безусловно, стоим в какой-то части, в повестке. Но я себя отношу к равноудаленным, я подчеркну, я когда сейчас говорю, и в основном моя риторика, она, конечно, льет, в общем, наверное, воду на мельницу республиканской партии, это связано с тем, что я пытаюсь восстановить баланс, который просто нарушен. И кроме того, мне очень симпатичны либертарианцы, а так как либертарианцы это крыло республиканской партии, то, соответственно, я сама лично тяготею, как вот лично я сама, моя позиция, я либертарианка. Поэтому я просто понимаю, что внутри республиканской партии есть довольно большое либертарианское крыло, и это, наверное, мои единомышленники, так я хотела бы думать. И, соответственно, я считаю, что вот эти требования, которые выдвинуты, это фактически сделано в наших интересах, или даже за нас, я имею в виду за украинцев, которые не могут именно что требовать. Как бы мы ни старались напоминать о Будапешском меморандуме, но там опять были крючкотворы, которые сделали все так, что может да, может нет, maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow. Сегодня так, завтра по-другому. Поэтому мы, к сожалению, находимся в положении, когда нам даже припоминают, ну так скажем, предыдущие годы, когда мы плохо готовились, когда мы что-то распродавали. В Украине, к большому сожалению, взрывались склады с боеприпасами. Ну, очевидно, что это были спланированные заранее мероприятия врага, каким-то образом проведенные. Но, тем не менее, мы оказались действительно в очень сложном положении. Нам безумно нужна украинская помощь. Ой, извините, нам безумно нужна помощь Соединенных Штатов. Без нее мы действительно не справляемся. Вернее так, мы и без нее тоже справимся, потому что мы будем стоять до конца. Мы будем просто стоять и бороться плечом к плечу. В СУ героические украинские вооруженные силы, они добудут победу. Но позже, чем могло бы быть, позже, чем хотелось бы, и прольется просто больше крови. И я считаю, что американские граждане очень сочувствуют Украине и не хотят, чтобы эта кровь проливалась ни в коем случае дольше. И это тоже один из пунктов как раз этих требований. Мы хотим, чтобы Украина победила, а не для того, чтобы долились бесконечно эти страдания. Мария, а я бы, я хотел бы, да, остается буквально две минуты, даже полторы минуты, минуты нам показывают. Я хотел бы, чтобы в следующий год главной песней украинского народа была колыбельная. Это олицетворение матери-ребенка-народа. В вашем репертуаре есть ли такая песня? Буквально, если пару секунд, мы можем услышать. Вы знаете, у меня есть, конечно, колыбельные разные, но если вы хотите украинскую песню, то я думаю, что надо петь такую, где бы наши радиослушатели смогли бы нам подпеть. Я их, конечно, сейчас не услышу, но я представлю, что у нас большой хор. Согласны? Конечно, конечно. Шикарно. Нечья, господи, мистячна зоряна, видну, хоть голок избирай. Выйди, коханая, працею зморина. Хоч на хвилиночку май. Выйди, коханая, працею зморина. Выйди, коханая, працею зоряна. Мария, огромное вам спасибо. Это огромнейший подарок для всех наших радиослушателей в преддверии Нового года, Крисмоса, Хануки. Мы всех от души поздравляем с наступающими праздниками и обещаем, Марии, не теряться. И мы вас очень любим. Вы большая, молодец. Вы замечательная, красивая женщина и большая актриса. Большое вам спасибо за это интервью. И мы не прощаемся. До следующих встреч. В Новом году обязательно. С наступающим Новым годом. Спасибо. Всего хорошего.